в общем привет алиночка и всем девочкам кто будет смотреть это я два видео видела на ю тубе которые было сказано про вайнеры там как цветы делать своими руками и все такое как попроще это сделать и в общем то я решила тоже этим заняться давно уже думала давно уже хотела первые вайнеры у меня получились не очень удачные и в принципе можно и показать но хотя особо есть что показывать ну все-таки поделюсь первые вайнера вот такие получились то есть надо было так сейчас какой из них а вот джон сейчас значит вот этот сначала делала потом сверху положила и получилось оттиснение в этом то что уже было мягко это фильмом вообще-то и и в общем получилось не очень короче и надо было делать бороздки здесь получше не знаете видно бороздки здесь маленькие в общем то не очень мне например это все не понравилось и был у меня еще вот такой силиконовый молот как бы и можно было при помощи него получается неплохие цветочки но тиснение конечно нет то что он маленький ну мягкий вот сделала я вот такое тоже но как видно что это так кривовато и не очень получилось и вот еще один я делала вот в таком но из этого я цветочки не вырезала делала я что-то уже из этих сказать из этих вайнеров уже кое-что делала но они не закончены цветочки цветочки эти конечно но я покажу все равно скажу что получилось а ну здесь нужно вставлять тычинки или тычинки или там серединку какой-то вот принципе чем у меня получилось дальше вот такое это вот не знаете видно надеюсь все таки что видно вот так вот вот такой просто покрасила бумагу уже как бы перед тем что тесните и здесь к не убегай так вот такие ну они конечно не законченные я тычинки буду здесь вставлять и думаю что они будут намного лучше но пока пока говорится хотя бы так значит это самое не стала украшать я стол ничем и никак потому что для меня сейчас просто важно хотя бы снять что-то поэтому вот как-то так в общем я сделал вторые вторые ваннира но нужно делать вторую часть вот этого всего вот сделала я вот такой цветочек вот такой сделала вот такой поменьше значит вот этот идет с этим нет вот этот у нас поменьше этот у нас побольше вот это и еще один как бы я его не вижу ну ладно значит такое должно было быть вот такой и вот такой буду делать это значит нет вот так вот 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 этот поменьше это побольше и вот это вот так вот эти два и плюс еще вот сделала тиснение с этим посмотрим что получится сейчас прямо вместе будем делать и у меня есть вот такой молот с листиками и я отсюда сделала такой листик сейчас буду делать но как бы вторую часть и как я сделала вот это уже предыдущие кто делал видео по этому поводу она уже показывала я просто повторила значит у меня вот такие ножи они с алиэкспресса вот такой вот такой вот такой я просто тиснила и придала форму вернее не придала форма оттеснила и сделала вот эти выемки как мы видим здесь и я их сделала более глубокими они чуть-чуть может отличается от этого что здесь ну и на второй форме тоже самое я сделала так как я посчитала нужным просто общее очертание потому что я буду вырезать цветок и уже как бы тиснение его есть как его делать значит что нам да это понадобится понадобится нам для этого чтобы корректировать если что то вот вот такая лопаточка бульки вот такая вот у меня есть я покупала когда-то давно такую штуку с бульками она внутри имеет несколько комплектов можно поменять их у кого есть такая можно этим пользоваться у кого нету ну можно найти другое решение потому что бульки есть разные вот у меня тоже такие есть и вот использую также вот этого от кисточки и и что еще важно важно еще иметь крахмал любой крахмал который есть у вас крахмал нужен любой какой есть чтобы не прилипала к баннеру вторая часть вот это я вот первый раз поставила сейчас я немножко почищу здесь это никак не повлияет на на цветочки конечно они уже остыли у меня фима которые пропекать нужно сто десять градусов ставить и ты полчаса 30 минут так теперь будем делать а вторую часть у у меня здесь осталось от и от этого же я буду сейчас проминать это все и и приступим возьмем значит вот это фина и возьмем немножко крахмала вот так это все обмажем дело вот так вот это все можно сюда делаем вот так и так как это листочек нам нужен не овал а нам нужен нам нужен не круг вернее не шарик овал такой так мы его вы из него делаем овал и что мы делаем мы его сейчас минутку вот так мы его должны приплюснуть то есть надавить на него чтобы он принял форму нашего листочка ну так он принял форму моего на него надавили так все мы на на него надавили он принял форму вот этого листочка если мы видим что что-то нам не нравится то мы это фима поскольку он твердеет при звикании только то у нас конечно есть возможность еще с ним поработать проминать его хорошенько чтобы не было никаких заломов конечно потому что если будут залома но потом в этом месте может повредиться и все и у нас получается фиму это не дешевая масса про мы можем покупать и этот говорится дорогое удовольствие поэтому лучше лучше сразу следить за тем чтобы не было заломов не было ничего такого что потом повлияет на наш на наше изделие моего проминаем проминаем вот так поминаем чтобы это было целое одно целое чтобы не было ничего никаких заломов так и делаем из него сначала шарик так у меня это как говорится цветной у меня все руки уже запачканы вот с этим цветом но надо вот это не повлияет он потом запекается и ничего не замазала немножко это крахмала крахмала чтобы так сказать вот так вот мы делаем листочек можно вырезать любой и сюда оставить потом когда тиснение должны будем делать вырезаем любой листочек а у нас у меня есть вот как я говорила что иногда нужно помогать чтобы это вот так вот вот этой штукой помогаем себе это у нас акриловый блок кстати говоря ничего лучше я не придумала в общем вынимаем его аккуратно если у нас сейчас не получится мы сможем и заново его так сказать проминать и чтобы похоже что она она конечно пропечаталась но за того что я уже делала в общем надо еще раз это сделать видите как это все не просто это все не так просто это это кажется что так просто ну что там такое вот это сделать вот а сделать а ну а ну понимаете не так все просто чтобы получилось в итоге то что нам надо то что нужно но нужно и и и усилия прилагать но 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 зато зато когда мы будем теснить листочки и цветочки как же это нам будет в помощь знаете нам будет так большого помощи что мы на это время сэкономим так вот мы уже я сделала такую колбаску небольшую так 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 не получается у меня с первого раза так берем вот это и берем опять же вот это намазываем немножко чтобы не прилип и надавливаем вот так надо надавить вот так вот чтобы все тут покрылась все полностью вся поверхность покрылась этим и тогда только мы снимаем вот так вот вот мы сделали теперь наша задача наша задача немножко тут надо подкорректировать конечно вот вот так вот надо когда мы снимали мы это чуточку навредили тут ну можно подкорректировать капельку вот здесь и все сейчас надо это снимать так по ходу надо посмотреть чтобы все у нас совпало потому что если не будет совпадать потом у нас будет проблем поэтому все должно совпасть так проверяем проверяем еще раз стопляем ну не знаю не знаю я например еще бы подумала но нет надо сделать еще раз вот что у нас получилось вот это было у нас и вот это получилось в итоге теперь мы когда будем совмещать должен получится получится листик вот что я делаю я сейчас поскольку мне не нужно большая площадь я все это буду складывать сюда вот и потом отнесу отнесу в печку так теперь и так далее делаем по по всем цветочкам поначалу я хотела сделать листочки с зеленым а цветочки именно с таким нежно голубым цветом но потом я подумала что-то не имеет большой разницы какого цвета чего потому что по сути она нам ну никак не повлияет на наше тиснение цвет поэтому я решила уже буду делать вот так и посмотрим что получится вот мы сделали еще один шарик и вот у нас цветочек такой и мы его должны теснить туда прежде чем мы его сюда засунем нам надо опять как я говорила припудрить вот немножко крахмала и и вот так вот сюда это посередине так не знаете видно да вот так и придавливаем 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 мы должны придавить чтобы всю эту поверхность покрыть иначе у нас цветочек не получится понимаете нужно так вот придавить чтобы полностью это все совпало иначе никак так ну вот опять же можем себе помочь вот этой штукой я не знаю извините за невежество не знаю как он называется лопаточка это вот и вот так вот так и вынимаем к ответственный момент очень так не хочет выниматься так она просто этот такой цветок еще который ну как сказать такой получится объемный прям из-за этого вот он не очень видимо надо чуть-чуть изменить ну вот что у нас получилось по итогу в принципе принципе неплохо я думаю что на этом остановлюсь потому что делать еще что-то не имеет смысл а вот у меня тут немножко треснуло я тут постараюсь как-то восстановить это если мне не получится то мне придется значит делать еще еще раз хорошо что это фима что его можно несколько раз использовать пока мы его в печку не не отправили и с ним можно работать ну в общем я думаю что как-то так вот как-то так я думаю что здесь уже так вот немножко корректируем как говорится насколько возможно я думаю что так нормально сейчас мы его вынимаем цветочек очень аккуратненько чтобы не испортить его форму и и отправляем его дальше чтобы не тратить ваше время я его за кадром размяло вот делаю шарик делаю шарик берем очередной цветочек напшикаем на него крахмала чтобы ничего не прилипло сколько беленький теперь вот надо же опять чтобы немного было потому что нам надо чтобы выйти выемки попала это вот слепка поэтому немного и ставим цветочек и вот нам нужно продавить именно продавить чтобы было равномерно чтобы не прилипло ничего так вот давим на него можно взять в руки и надавлять посмотреть как вы как получится вообще достает это но так сказать может быть надо добавить кусок побольше потому что иногда мы берем такую тоненькую и не не всегда достает иногда бывает что не достает вот что у нас тут у нас тут вот так вот можно это конечно сейчас выровнять и все поставить чем мы сейчас и займемся сейчас сейчас мы это сделаем в общем что хочу сказать иногда бывает что не неровности всякие него всех не со всех сторон она равномерно но мы можем если это фима конечно и позволяет возможность есть такая его корректировать тогда конечно лучше корректировать я сейчас вытащу и посмотрю что у меня получилось если я буду довольна результатом значит я его так оставлю если нет я его еще раз сделаю и попробую еще раз теснить его сейчас посмотрим на результат результат нам подскажет что нам делать дальше весьма довольна результатом значит отправляем в печку нет значит будем с ним работать дальше очень аккуратно над конечно вот что у меня получилось так ну мало быть и лучше конечно вот я смотрю на это устраивает меня это ли нет я пока решаю пока я решаю что с этим делать вроде бы и неплохо она конечно а когда остынет она не будет такой мягкий будет хорошо будет это вот я смотрю сейчас что мне делать вроде бы и неплохо все прожилки видны все видно ну что я думаю что так оставлю у меня впереди еще есть несколько цветов еще 23 цветка да еще три цветка и поэтому я думаю что на этом я наверное скорее всего остановлюсь потому что нету так много времени как бы хотелось я уже думаю что вот так вот я оставлю его все еще один сделали вот этот дальше 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 берем посту опять же фима и мнем мнем за кадром помяли тот же самый процесс для всех для всех цветочках абсолютно опять же мажем их этим крахмалом чтобы оно не прилипло ничего опять ставим сюда посередине шарик наш из фима мажем акриловый блок тоже этим самым крахмалом и как всегда обычно та же самая процедура для всех цветочков и надавливаем 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 вот этим акриловым блоком пока она не примет форму которая нам надо если нужно помогаем надо делать так чтобы одинаково со всех сторон но если не получается если не получается то не стоит расстраиваться фима мы можем исправить потом процессе пока он в печке не побыл есть шанс его исправить ну вот я вот что-то сделала сейчас посмотрим на результат и решим что с этим делать тут я вот так вот исправляла вырезала значит вырезала чтобы он у меня не вылезал сильно за края и я думаю что если мне где-то будет не доставать а туда и добавлю и будет он у меня одинаковое вести но все-таки не хочется чтобы он вылезал за края вот это создалась такая кусочек такой маленький сейчас я сделаю вот так вот и если я увижу что где-нибудь у меня не достает чуть-чуть чтобы но для высоты так я туда и добавлю это все и все вот так я сделаю и тогда будет со всех сторон равномерно конечно лучше делать сразу но если опыта нету как у меня меня опыта работы с фима вообще нету скажем так я с фима не работала так не то что интенсивно вообще так один раз там или два делала что-то с фима и все нет у меня такого опыта я не могу похвастаться так что я как сказать можно сказать что новичок в этом деле ну вот учимся и этом так вот более-менее сделали отправили так сказать теперь наша задача опять же вытащить вот эту верхнюю часть все нам удастся и вытаскивать будет хорошо вот у меня такое тиснение получилось сделали тут немножко подправить надо чтобы она не не вылезала сильно все можно его вытаскивать отсюда помощи нашей лопаточки сейчас на последнем надо будет печку идти включать чтобы она нагрелась и нужно минут 10-15 она нагрелась вот у меня вот такая получилась это по самому краю но я не думаю что будет как проблема думаю что все хорошо будет так отправляем сюда же отправляем сюда же они конечно у меня не идеальные я согласен соглашусь кем-то кто делает уже давно и у кого получается и все это ну стараюсь так сделали еще один шарик опять та же самая процедура замазываем чтобы не прилипал замазываем цветочек опять же припудрить носик ему так и ставим опять шарик посередине и давим 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 на него так надавили недостаточно значит еще давим вот так ну этот у меня получился ну получше скажем так получше надо просто чтобы равномерно было иначе иначе ничего не получится так так что мы делаем теперь мы должны вытащить верхнюю часть и посмотреть что у нас получится лучше у нас получилось в принципе я и здесь не сделала особо ровно так что ожидать что эта часть будет ровная я не могу теперь но но я теперь это вытащила и теперь я в замешательстве так сказать что делать оставить так или или же нет и скорее всего сделаю еще раз потому что я не уверена что я хочу что так было в общем я еще раз и упомню сейчас и отправлю еще раз туда придется мне еще раз припудрить ему носик вот так вот да вот к сожалению каждый раз вот так нужно делать потому что потом она прилипает и никакой возможности нет его отлепить оттуда это вот такое ну и так это конечно нужно немножко потрудиться но но зато потом зато потом это немножко так помню создадим немножко заранее такое фактурное но не фактурное а такой приплюснуть надо потому что если там приплюснуть то мы видели что она не всегда равномерно вот так вот сейчас только здесь сделали надавили еще надо ну вот так можно чтобы видеть так сказать сверху чтобы там делаем так вытаскиваем видите как легко вытаскивается когда все там достаточно много крахмала тогда вытаскивается на 1 2 вот сейчас вот более-менее конечно можно было тут его ровнее делать но 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 оставим пока и вот так потому что одна часть уже так сказать готова и уже надо делать вторую чтобы двигаться дальше не еще остался один цветочек и отправим их сушиться вернее не сушиться а печься в печке за кадром я его размяла опять же делаем такую лепешечку и припудривая еще раз очередной цветочек мы его обязательно крахмалом покрываем не сильно не обильно но мы его должны покрывать потому что иначе иначе мы его не отлепим дальше та же самая процедура мы нажимаем чтобы был хороший оттиск вот так вот нам нужен четкий хороший оттиск надо значит с этой стороны давно с другой стороны главное чтобы нас получился оттиск вот то что мы имеем так что теперь мы помогаем вытаскиваем этой все теперь это все отправляется в печку вот следующее видео будет про цветы как можно из этого всего делать цветы кому интересно смотрим потом вторую часть это первое как делать вайнеры а вторая часть будет про то как делать цветы из этих самых у вайнеров и и и